Харе Кришна, приветствуем всех в живом эфире Чайтани Академии. Сегодня мы будем обсуждать тему Рождества Христова. Вчера было Католическое Рождество, поздравляем всех с Рождеством. В этом году вчера Рождество Католическое совпало с днем явления Бхагавад-Гиты. Гита Джаянти – день, в который Шри Кришна поведал Бхагавад-Гиту Арджуни. Нама Шриста Манамапи Вишти Путрам Атраса Рупам. Рупам Тася Крчамури Пурим Матурим Косту Атте. Радха Кундамагибарам Аху Радика Манавасам. Прадхо Ясья Пратитакриппая Шри Гурюм Тамна Тосми. Гураве Гауря Чандрайя Радика Итаналей. Кршнайя Кршнабхактая Тадхбхактая Намонама. Анандалиламая Виггхая. Хема Бадья Бьяцчаби Сундрайя. Тасмай Махапремара Сапрадая. Чей Танья Чандрайя Намонамасте. Чей Танья Чандрайя Намонамасте. Чей Танья Чандрайя Намонамасте. Шам Сундар Шикандашика. Смарха Самурали Манвара. Радика Расикама Макри Панаде. Саприя Чарнаки Карим Кру. Тваивасми Тваивасми. Надьи Вами Тайавина. Чей Танья Чандрайя Намонам. Чандрай Амтикам. First of all, I offer my Sастанг Дандават Пуспанжали. My heart like flowers thousands of times. At the lotus feet of my holy master. My supremely worshipable spiritual guru there. Асмадея Парамарадятам Гурупада Падма. Ниттилила Прависто Ом Вишнупад. Ashtо Тарасата Сви Рупануга Ачареварья. Срила Пактиведанта Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my Pranam thousands of times. At the lotus feet of my Paramaguru day. And to Srila Prabhupada. And to all of our Sri Rupanuga Godiya Guru Parampara. And finally, I offer my Pranam to all of you. My dear brothers and sisters. Vaiшnavas and Vaiшnavis. Vanchakalpaturubascha. Kripas and Dubyaya Vajja. Putitanam Pavanibyo Vaišnave Biyonamonuma. So today, we are celebrating the great festival of Christmas. A time of peace and goodwill to all men. Сегодня мы празднуем тему Рождества Христова и радости, счастья, благополучия всем. It's an important subject because we are the servants of Krishna. And we want to go deeply into the subject of bhakti and share bhakti with others. Это очень важная тема, потому что, будучи слугами Кришны, мы жаждем глубже познать традицию bhakti и также научиться делиться этими знаниями с другими. But we are living in a world which was historically very much shaped by the influence of Christianity. Но мы живем в мире, который был сформирован концепциями христианства. And even many of us, devotees, we come also from a cultural or Christian background. И даже большинство из нас, мы пришли из католического или православного прошлого. So it's very important to be able to reconcile these worldviews so that there's no internal conflict within ourselves and conflicts with others. Поэтому очень важно разобраться в этих философских концепциях, этих духовных традиций, чтобы избежать конфликта внутри себя и также избежать конфликта с другими, межличностных конфликтов. То есть Господь – это верховная, не дуальная реальность, и нет ничего, кроме Него. So, first of all, I want to address some of the comments our acharyas in our tradition have said about Christianity. Сначала я хочу обсудить комментарии наших ачарьев о христианской традиции. In the Krishna Samhita, there, Śrīla Bhaktinoda Thakur explains that souls are gradually going through different stages in the evolution of their consciousness. Krishna Samhita, Śrīla Bhaktinoda Thakura, объясняет, что у каждой души есть своя траектория духовного развития и роста. То есть душа воплощается из формы в форму, следуя своему маршруту духовного развития. And the final stage of the development is the stage of theistic consciousness. Where they understand that I am not this body, I am a soul, and my soul is related to God as His eternal servant. Высший этап развития души подразумевает веру в Бога, то, что душа понимает, что Господь – это Высшее, и я – Его слуга. So this basic understanding of the principles, that there is a material world, but I am not of matter, I am spirit, and that there is a spiritual world, and that I am actually eternally related to God. The understanding of this basic principle, Śrīla Bhaktinoda Thakura calls this the level of Vaishnavism. So he says that those persons who think, yes, I am not this body, I am spirit, but the spirit is one, and I am one. And with that, such as the shivites, who think that only Brahman exists, and I am that Brahman, they have not developed yet to the platform of the stage of theism or Vaishnavism. So, like, for example, the shivites, who meditate on Brahman, on their own unity with Brahman, they admit that they are not material, they consider themselves the spirit, but at the same time they consider themselves the Brahman, with whom they are united. So, Śrīla Bhaktinoda Thakura has put those impersonalists within India on a lower level than the theists outside of India who are following monotheistic religion, such as Islam or Christianity. So, in Krishna Samhita Bhaktinoda Thakura, you have created this category of high level of consciousness and consciousness and soul, he believes that, for example, Christians, Muslims, those who believe the individual aspect of God, believe that they are in the category of higher level than the shivites, than even those who are within the Vedic system, or in India, he believes that these people, who believe in God, are much higher in the world. So, in Bhagavad Gita, Śrīla Krishna said, That when religious principles are declining, and when irreligion is increasing, at that time, I descend myself. In order to deliver the sadhus, the pious, and to destroy the demons, and to establish the principles of Dharma, I appear again and again, age after age. Now, in the commentary on these verses, Śrīla Bhaktinoda Thakura said, that Sikh Krishna, the Supreme Lord Bhagavan, or his various incarnations, only appear within the social context of Vānaśram Dharma, where there is a culture following the Vedas, Vānaśram Dharma, the Supreme Lord may appear there. He will not personally appear outside of that culture. And, commenting on this, Bhagavad Gita, Śrīla Bhaktinoda Thakura said, that Krishna and his expansions, his avatar, they come to the earth only in the places where there is a context of life in the context of Vānaśram Dharma, that God himself and his direct expansions will not appear on the earth in the places where there is no Vānaśram Dharma. So, but the Supreme Lord sends his representatives, his shaktia-vesh avatars, his empowered representatives to those civilizations outside of the Vedic culture, such as Jesus Christ. So, we should know that because this material world is a dark place of the gunners, so, naturally, faith in God will not suddenly explode or appear somewhere in history by itself. If that happens, it means there must have been divine intervention that the Supreme Lord or his messenger has appeared and caused that explosion of faith in God within the darkness of this material realm. You must understand, that material world is a place of darkness, in which the material world is a place of the human being, and this place is a place of the manifestation of spirituality, of course, of course, of course, of course. So, if you observe where-to всплеск of faith, then you know, that it is a divine intervention that God or some of his holy representatives or some of his holy representatives who come, to develop faith in people. I am remembering once I was traveling with Shiloh Gurudev, and he came to give seminars in a Franciscan monastery in San Diego. So, my holy master, Silla Bhaktidanta Narayan Goswami Maharaj, he used to go for a morning japa work. So, he was walking with a few disciples in the early morning in the beautiful gardens of that Franciscan monastery. И каждое утро, рано утром, Шрила Гурдева в сопровождении нескольких преданных прогуливался по прекрасным садам, разбитым вокруг этого монастыря. Все, кто когда-то лично видели Шрила Гурдева, сразу признавали то, насколько он харизматичен. И каждое утро в саду за Гурдевом наблюдал один юный монах, который недавно, видимо, прибыл в монастырь. И он восхищенным взглядом созерцал духовную красоту и силу шакти Гурдева, когда тот прогуливался. Этот монах понял, что перед ним духовная личность святой, и он решил подойти к Шрила Гурдеву за духовным советом. И этот молодой монах подошел к Шрила Гурдеве, и очень смиренно он сказал, «Я вижу, что Вы святая личность, и по возрасту, мудрости Вы превосходите меня сто крат, и я хотел бы попросить Вас совета». И всем преданным было очень любопытно услышать, какой совет дашь Шрила Гурдева, который является последователем слугой Шричи Тани Махапрабу, этому юному монаху, который посвятил свою жизнь служению Иисусу Христу, ну, в традиции святого Франциска. И Гурдева сказал этому монаху, старайся в своей жизни полностью следовать примеру Иисуса Христа. Преданные растерялись от неожиданности, никто не думал, что Гурдева даст такой ответ, и этот монах тоже был, видимо, удивлен, и он так растрогался мгновенно, и слезы заструились у него из глаз. Почему Гурдева ответил так ему? Потому что в нашей жизни мы должны стремиться следовать идеалам самопредания, самопожертвования, кроткости, сострадания, смирения, любви к Богу, полного послушания к Богу. А Иисус Христос в своих определенных отношениях с Господом, Он олицетворял все эти качества. Всегда обращался, отзывался о Господе как о нашем отце или о своем отце. В соответствии с определениями Рупы Госвами пада, вот эти отношения, служение любви к отцу, относятся к категории даси-расы под определенным названием горов, баф. Горова даса means the mood of servitude towards one's respectable father. То есть это отношение, очень почтительное отношение к отцу, или личности, которая представляет отца. А сейчас я хочу поговорить немножко о Иисус Татве, если можно так сказать, Иисус Татологии. В Библии, в Евангелии говорится, в начале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово стало плотью, и жил среди нас, при исполненной истинной и благодати. То есть эта идея, это не было новой идеей, это не было изначально лишь в Евангелии, потому что сама эта концепция Логоса и Слово Бога уже существовала несколько сотен лет до Евангелия. So Jesus was born in Galilee, and that area of the world was known at that time as Decapolis, which means 10 Greek cities, because the entire area was actually Greek in culture since 300 years before, when that area had been conquered by Alexander the Great. Иисус Христос родился в Галилее, и вся эта территория в то время, она считалась греческой территорией, потому что все эти земли уже в течение сотен лет принадлежали Греции, потому что они были захвачены Александром Великим, и называлась Декаполис, то есть 10 городов. И 500 лет до нашей эры родился великий философ Гераклит. И как раз Гераклит и является истинным автором этих слов. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И вот это Слово он назвал Логос. И он называл Логос, Логос – это Слово, которое гармонизирует всю природу. То есть посредством которого сотворен мир. Иногда Гераклит называл Логос справедливым, то есть тот, кто справедлив во всем и поддерживает справедливость творения. Позже, уже после Гераклита, Платон тоже затрагивал вот эту тему Логоса. И он называл Логос и Бога формой добра. То есть он считал Бога высшим добром и считал, что лучшее для всего мира, для людей, это познать вот это высшее добро. And for Aristotle, that form of the good, the origin of everything, that logos was called the prime mover or the unmoved mover. А Аристотель называл вот это Логос, вот это высшее добро, первым двигателем. И за 300 лет еще до рождения Христа вот эти философские идеи уже циркулировали на территории Галилеи. And at the time of Jesus, the famous Jewish philosopher Philo, he had already identified the Greek logos or the prime mover, the form of the good with the Hebrew God, Jehovah. И уже во время жизни Иисуса, известный иудейский философ Пилон, он уже тоже использовал вот эти концепции Логоса, первого двигателя по отношению к иудейскому Богу. So, in the Old Testament, in Genesis, it is said that God said, let there be light, fiat lux. В Ветхом Завете сказано, да будет свет. And there was light. Что Господь сказал, да будет свет, и появился свет. So, the idea here is that God said, that means the word of God was the cause of the creation. In other words, the word is the power by which God's desires are fulfilled. То есть, и вот этим подчеркивается сила Господа, его шактика, через слово он творит. То есть, он сказал, и появился свет. So, amidst the background of this history coming from the Greek philosophers and from the Hebrew tradition, then in the Gospels, the identity of Jesus is given. In the beginning was the word. The word was God and was with God and became flesh. In other words, God is non-different from his shakti, his shakti by which he fulfills his desires, and that power has manifest in this world in the form of his son. So, the significance of Christmas is a very beautiful idea. Поэтому сама концепция Рождества... Excuse me, I said Krishnas. Christmas. Концепция Рождества, она замечательная, очень глубокая. And that is, that the all-powerful potency of God, which is non-different from him, has appeared in this world. But how? Not with a great fanfare and opulence, but as a helpless child, without a home even, lying in a manger, in a stable among animals and poor people. То есть, сама вот эта концепция Рождества, Христа, она очень сладкая, потому что это всё сила Бога проявляется на земле, но не где-то там в золотом дворце, там в роскоши с помпой, с парадами, а в форме младенца, который по факту бездомный, рождается в хлеву, в окружении животных, то есть среди бедных. So it's a very powerful and tender image that a person of this world cannot attain the divine realm by any type of worldly ostentatiousness. То есть, в этом вот это очень трогательная концепция, и в ней уже кроется такой глубокий урок, что ничем мирским человек не достигнет божественной сферы. И мы уже обратили внимание на то, что изначально вся христианская философия, теология, она была пропитана греческой философией, и Новый Завет был написан на греческом. So in the first century, Saint Justin Marta, who is the patron saint of philosophers, he said that Plato and Aristotle are pre-christian Christians, because they were worshipping Logos, the divine intelligence by which all existences manifest. И святой Джастин, который был покровителем философов, он сказал, что в первом веке, он сказал, что и Платон, и Аристотель, что они были предхристианскими христианами, потому что он сказал, их идеи, они уже были по существу христианскими. So we see here that from the very earliest days, the first century after Jesus, the saints were recognizing that a person could be a Christian that is dedicated to God, without knowing Christ, because they were pre-christian Christians, because they were the worshippers of the Logos. То есть это прецедент, доказательство того, что даже с ранних времен христианства уже христианские теологи понимали, что человек может быть христианином, по факту еще даже не зная лично о Христе. Но в сути быть христианином. Мы наблюдаем, что в западном мире за последние десятилетия происходит активный распад христианских ценностей, учений, образа жизни, морали и так далее. For example, England, which was previously a completely Christian nation, now only about 15% of the people identify as Christian, and many of them are only nominally, Christian in name, only. То есть Англия прежде была вся, ну, все верили в Христа, сейчас буквально может 15% людей отождествляют себя с христианством, ну, хотя бы там внешне. And this is a terrible disaster, actually. Это катастрофа на самом деле, трагедия. A university from Japan interviewed students in England and found that 90% of students said that they thought that life has no meaning. Представители японского университета взяли интервью у студентов английских колледжей, и 90% студентов признали, что они не видят смысла в жизни, что они не знают, есть ли вообще смысл в жизни. So when a person feels that life has no higher meaning, then they live only for external sense stimulation, and so they're reduced psychologically to a very infantile state. А если человек не видит смысла в жизни и смысла жизни, то он начинает деградировать как человек и просто предается праздным забавам и духовно-морально регрессирует очень сильно. Вот этот упадок, который мы наблюдаем внешней веры в западном мире, он связан тоже с постепенным утрачиванием понимания глубоких татт, глубоких седант, самой философии и теологии христианства. Just as in our Gaudiya Vaishnav tradition, at those times in history, when the Siddhanta was not preached very strongly, then people became very sentimental, and there was a wave of sahajism, imitation of the true Gaudiya Vaishnavism. И такие периоды наблюдались в истории нашей Gaudiya Vaishnavской традиции, когда из-за отсутствия сильной философской проповеди появлялись искажения в седанте, появлялись всякие какие угодно отклонения, извращения философии, от аппоседантов царила, сахаджи проявлялись. So when the followers of Mahaprabhu many had become sahajia, then Gaudiya Vaishnavism itself fell into ill repute with the society at large. И когда внутри нашей Gaudiya Vaishnavской традиции появились сахаджи, то и вся традиция, вся самопрадая стала пользоваться плохой репутацией среди людей. Because it's seen that the so-called spiritualists are no more ethical or moral than the general people. So люди видели, что так называемые духовные люди ведут себя похуже обывателей. So similar thing has happened with the gradual decline of Christianity in the West. И похоже происходит с постепенным разрушением религиозной силы на Западе. So Christian saints have given a very beautiful siddhanta. То есть теряется авторитетность религии на Западе, но христианские святые, христианские философы, они изложили удивительно красивую сидханту. That God is the cause of all causes. Они объяснили, что Господь – это причина всех причин. And if you want to explain anything, then you have to account for four types of causation. Чтобы объяснить, что бы то ни было, нужно объяснить четыре вида причин. So Aristotle has explained this elaborately in his metaphysics. And Christian theologians also observe this in the area of theology called natural theology. То есть и Аристотель подробно в своей метафизике объясняет эти принципы. Христианские теологи, они... Natural theology. В своей естественной теологии они тоже объясняют все эти принципы. Christian theology is divided into two broad areas. Natural theology, which means what we can understand about God by our power of reason. And then revealed theology, those things which are beyond our power of reasons, which need to descend, be revealed by God himself. То есть христианская философия, теология делится на естественную теологию. Это те принципы, которые мы можем познать посредством своей логики и рассуждений, домыслов, а также на откровения. То, что приходит только свыше. До чего мы сами не можем догадаться или познать. И в христианской системе причин есть причина форм, то, посредством чего, благодаря чему все принимает определенную форму. Также ингредиентная причина существует, потому что форма проявляется лишь благодаря каким-то определенным ингредиентам. Но также есть инструментальная причина, потому что есть ингредиенты, они принимают какую-то определенную форму, но благодаря чему они преобразились и приняли такую форму? Благодаря инструментальной причине. И вот эти ингредиенты, которые уже приняли определенную форму, теперь, в свою очередь, они тоже могут стать инструментальной причиной и влиять на что-то другое, в свою очередь. So, the power of a form to produce an effect or a range of effects is called the final cause or it's teleology. И teleology, то есть, финальная причина, это способность объекта в какой-то определенной форме оказывать влияние или цикл определенных влияний на другие объекты. It may be transient teleology, that is how an object can affect something else or it may be the internal teleology, how the form itself develops. То есть, это может быть внешнее влияние, влияние, оказываемое формой на другие объекты или внутреннее влияние, то есть, развитие самого этого объекта. So, to give an explanation of something, one has to account for these four types of course. И чтобы объяснить что-нибудь, необходимо объяснить эти четыре причины. And since every effect must have a cause, and if that cause is dependent on another cause, which is dependent on another cause, but there must be a final cause of everything, and that is God. Всегда во всём наблюдается причинно-следственная связь, потому что у каждого следствия есть своя причина, у той причины своя причина. И вот если эту цепочку вот так пройти до конца, то в конце мы находим вот этот первый двигатель, как сказал Аристотель, то есть Бога. So, that original cause is not caused by anyone. А у этой, у изначальной причины нет уже причины. And because he makes other causes by his will, so he is omnipotent and independent. Он всемогущий, потому что своей волей он создаёт причины всего. И он осознающий полностью всё бытие, потому что всё проявляется лишь благодаря его воле. И все вот эти концепции, которые обсуждали греческие философы, которые обсуждали христианские теологи, это всё изложено в первой стихе Шримад Бхагава, в первой строке. Here, Силавьясадеви is saying, Жанма дьясиа иятаха. God, the supreme truth, is that from which the Жанма has come. Господь, Высшая истинная, это то, из чего происходит рождение. So, Жанма, we generally take as birth. Обычно мы трактуем слово Жанма как рождение. But Жанма comes from the word джати, which means form. God is the cause of the appearance of the forms of the world. Само слово джанма происходит от слова джати, категория, форма, то есть Господь это то, из чего все берет свои формы. So, джанма дьясиа иятаха, God is the formal cause of the world. Анвайад means here God is the упад анкаран, the ingredient cause of the world. То есть тут Господь обозначается сразу как причина формы всего, и следующими словами уже обозначается как инструментальная причина, вернее, извиняюсь, ингредиентная. Анвайад Итаратаха here Итаратаха all of our Ачар as explained means the instrumental cause. Затем Ачаря объясняет Итаратаха означает инструментальная причина. джанма дьясиа иятанвайад Итараха ате ищу арта means the final causes or the teleology of every object. И арта призвание всего, то есть высшая причина. Абигья means that the supreme lord is abighya conscious being. Абигья господь осознающий полностью. И сварат полностью независимый. Он первый двигатель. все зависит от него, а он при этом ни от кого ни от чего не зависит. То есть в первой строке Шримад Бхагават излагается суть всей греческой философии и христианской философии. But by reason a person can only know so much. Из их естественной теологии, то есть философии, но посредством логики человек не может все понять. То есть логика ограничивает его понимание. То есть он может понять что кем Бог не является или чем не является, но чтобы познать атрибуты Бога, его качества, что-то о нем необходимо откровение для этого. that is stated in the next line of Шримад Бхагутам. It is the Supreme Lord who expanded transcendental knowledge within the heart of Brahma, the adhi-guru of our Sampradaya. Otherwise, even very great learned sages are bewildered about the nature of God without God's own self-revelation within the heart. Это говорится в следующей строке этого стиха, первого стиха Шримад Бхагаватам, то, что Господь явил себя Господу Брахмит, потому что без откровения никто не может постичь Господа, никакие мудрецы и никто. So, in Christian theology, it is said that on the basis of these four causes, one can identify eight attributes of God. И в христианской теологии, естественно, теологии поясняется, что, определив вот эти четыре причины, тогда человек может понять восемь качеств, восемь атрибутов Бога. First is that God is a simplex. Первое, что Бог это simplex. Simplex, complex means having parts, and simplex means having no parts. That is, God is indivisible and irreducible. that He is not in parts of parts of in Sanskrit we say that God is akanda. He is an indivisible non-dual reality. In Sanskrit we называем God akanda, that it is not a total reality. And then the second quality is God is perfect. That means he has no faults. Второе качество Бога это то, что он совершенен, у него нет изъянов. And God is good. And he is good. is the most desirable. He is the most desirable. is desirable. Of all attainments, there is no attainment that is more desirable than the attainment of the service of God. То есть нет ничего более желанного, чем он беспределен. Then he is omnipresent. Then he is immutable. He is eternal. And he is one without a second. So the Vedas also describe God in this way. But if we analyze all these attributes of God, they are not actually positive attributes of God, but they are understanding God by via negativa by negation. As we say in 1880, not this, not this. То есть если рассмотреть внимательно все эти качества Бога, то веды тоже описывают Бога с такого ракурса также. Но мы понимаем, что вот эти описания качеств Бога, они идут через негатива, то есть исходя от того, кем он не является, что он не это, не то, не это, не то. То есть если мы говорим он аканда, мы исходим из того, что он неделимый. И то, что он беспредельный, бесконечный, это значит, что он не ограничен. То, что он вездесуще, указывает на то, что он не ограничен какой-то локальностью. Локальность. То, что он неизменный, это указывает на то, что ничто не может повлиять на него изменить. То, что он вечный, это значит, что он не подвластен времени. И то, что Бог один, это указывает на то, что нет второго, третьего, четвертого. Нет никаких разногласий между ведантой и христианской теологией, философией по вот этим пунктам. Правда всегда правда, истина всегда истина. Правда нет национальности, нет там русской, индийской правды, американская правды. Правда она правда. И если Господь неделимый, то возникает понимание того, что он не отделим от своих качеств. Он не отделим от своего имени. God is all powerful and his name cannot be separated from him, so his name is also all powerful. So that is our Vedantic conclusion. Это вывод виданты, то есть, что Господь неотделим от Своего имени, неотличен, и когда мы произносим имя Господа, то есть, сам Господь проявляется. Иисус Христос говорил в очи нас, досветится имя Твое. Мы стараемся придерживаться учения читания Махапрабху, Киртаниасадагари, всегда воспевать святые имена. Нам намакари, Бхудани, Джасава Шактис, О Кришна, все Твои Шакти присутствуют в Твоих святых именах. Сейчас мы рассмотрим одно таинство христианской философии и увидим, насколько оно вмещается в наши ведические концепции. В соответствии с греческой философией в этом мире все является проявлением формы и материи, когда они соединяются, что-то проявляется. So, there are some differences in theory, how the objects of this world participate in the forms, or how form and matter are combined among Greek and Christian theologians. The theory is not clear, but in Sankhya Darshan and that part of Sankhya Yoga, which is taken by our Vedantra tradition, the relationship between form and existence is very clearly and elaborately described. Эта форма не совсем четкая, потому что, да, существует разлагнасия между греческими философами и христианскими теологами по поводу вот именно нюансов взаимодействия и проявлений вот этих форм и материи. Но в системе Sankhya, которую признает наша Vedanta, как раз это очень четко изложено и понятно. Because the question comes, if everything is based on some jati, some forms, universals, then where are these universals, and how do the objects of this world participate in them? То есть, если что, что все сотворено по каким-то образом, каким-то высшим идеалам, то где они находятся, эти высшие идеалы, по образу которых сотворено все в этом творении? Есть очень много схожества между греческой философией и философией Гоутама Риши, потому что он объясняет, как происходят эти категории jati. Но в философии Sankhi, Yogi, Vedanta есть понимание очень четкое, что в энергии Бога, в Махате существуют самскары. So, samskara means forms. Samskara означает форма. So, these forms are, these samskaras are in the Mahatattva, in the very subtle energy. And then the pran, that is the sutra-tatra, enters into these forms, and then solidifies and becomes the physical objects of this world. То есть в этой очень тонкой материи Mahatattva присутствуют эти samskara, бесчисленные, эти формочки. А потом prana, то есть сутра-tatva, она входит туда, заполняет собой эти формочки, потом все начинает затвердевать. That is the cosmic prana, or the action of the Kriya Shakti in this world. That prana is very fine, but it enters into the mould, if you like, the shapes of the samskaras. And then just as if you pour plaster into a mould, then it's liquid, but then it solidifies. So, similarly, the prana begins to grossify, it begins to condense, and becomes the ahankar, buddhi, manas, and sound, and all the gross elements gradually. То есть речь идет о макроуровне творения, то есть вот эта Mahatattva, тонкая субстрата, в ней присутствуют все вот эти формочки, заливается космическая prana, сутра-tatva, и начинает все застывать, как если вы алебастр залили в какие-то там формы, он остывает, застывает и становится твердым, пообретает конкретную форму, очертания и так далее. So, let's say, if someone has in this life the form of a woman. Например, кто-то в этой жизни воплотился в форме женщины. But then when she dies. Но когда эта женщина умирает, if her mind was very much focused on her husband, then the sanskara of the male form will be there in the citta, that is Mahatattva. And then the prana enters into that sanskara, and in the next life, as the prana enters into that sanskara and solidifies, it will manifest you have a male body. То есть она женщина, но если покидая тело, душа, то есть если последние мысли или самые яркие впечатления остаются, или вот сознание сфокусировано на мужа, или там на каком-то мужчине, и создается вот эта яркая sanskara, которая потом прана заполняет, и эта женщина воплощается уже в теле, в мужском теле в следующую жизнь. So Patanjaliya said jati antara parinama prakritapurat means that the change of jati or the change of form from life to life comes about by the filling out of prakriti. That is from the Mahatattva to the Sutratattva, the prana, and then the condensation. The sanskars are filled out like a mold, and this is how a soul gets another form and another form and another form. И вот Patanjaliya объясняет, как происходит вот такое перевоплощение, то есть посредством наполнения samskar, то есть прана заполняет вот эти samskar и в Mahatattva, и приобретается новая форма тела в жизни, и потом опять она сменяется на очередной. Вот так это всё происходит. It's a very important sutra, yoga sutra for two. Это важная сутра, с трактата yoga sutra Patanjali, сутра 4.2. Jati antara means another form. Jati antara, то есть другая форма. And parinam means the transformation. Parinama – это трансформация. How does a soul transform from inhabiting one form to another form? Как проходит вот этот процесс, трансформация, перерождение из формы к форму? Prakriti apurat, from the filling out of the impressions in Prakriti. Prakriti apurat, благодаря заполнениям вот этих праной Prakriti. So now we're in a position to understand also deeply the concepts which are there within Christianity. Теперь мы лучше понимаем изначальные христианские концепции. Если в вашем сознании, если в вашем чите присутствуют такие нехорошие, темные какие-то самскары, then your chitta, which is by nature sattvic, has become contaminated, has become corrupted by rajasic and tamasic samskars. Это оказывает нехорошее влияние на читу, потому что она по природе ясная и чистая, но вот эти тамасичные самскары начинают загрязнять, осквернять читу. And that corruption of the chitta is called Prakosin. То есть происходит процесс коррупции, разрушение, искажение читы, и вот это искажение называется грехом. And it's due to the corruption of the chitta that one has received a body. in this life which is subject to old age and death. Из-за вот этого испорченности читы получаем такие тела, которые, ну, негодные, они стареют, они разваливаются, и все подвластны смерти. If your chitta had been more sattvic, you would have attained a demigod form. Потому что если ваша чита была более чистой, вы бы получили другую форму, не вот эту такую бренную, материальную форму уже полубога тела. If your chitta had become completely pure in the last life, then you would have attained a spiritual form that will not die. То есть в предыдущей жизни у chitta ваша полностью стала чистой, вам даже не надо было бы рождаться уже. So this is our Vedanta philosophy. Вот это наша Vedantическая философия. Now, the same thing is expressed in Christian theology, that everyone is born in sin. That means that everyone's chitta is born in a corrupt state. Эта же идея присутствует в христианстве, что все рождены в грехе, то есть все, кто рождаются тут, они грешники, потому что у них осквернённая чита. And, of course, the wages of sin is death. The corrupt chapter causes us to be in the cycle of birth and death. Оплата за грех – это смерть. То есть мы вынуждены всё время умирать. Как же вызволиться из этой смерти? Как стать вечным? It is only possible if the corruption within the chitta is reversed and the chitta becomes shuddha-sattva. Это возможно только если вот разрушение читы можно повернуть, если можно повернуть вспять осквернение читы и сделать её полностью сатвичной. So the chitta can become vishuddha-sattva purified by the appearance of aprakrita-prana, not the material prana, sutra-tattva, but the transcendental prana, that is bhakti-shakti. И чтобы возвыситься над смертью, нужна vishuddha-chitta, то есть полностью уже очищенное, возвышенное духовное сознание, которое возможно только благодаря влиянию aprakrita-prana, духовной prana. Shukadeva Goswami has said bhagavan bhakti-bakti-man bhagavan is full of bhakti devotion for his bhakti. Shukadeva Goswami говорит, что Господь преисполнен любви к своим преданным. So three things are there. bhagavan, bhakti, bhakti, and bhakti, that is the lord, his devotee and the devotion. Перечисляется трагичная концепция Бога, его преданного и духа преданности. So this vibration of bhakti-shakti that purifies the chitta of the living entity in Christianity is called the Holy Spirit. So in the Christian tradition there is the idea of transubstantiation. So in the Christian tradition there is the idea of transubstantiation. When an object which is a combination of form and matter, the form or the essence of the object becomes transubstantiated. it becomes spiritualized. То есть это концепция отдухотворения, то есть что-то материально может отдухотвориться и стать духовным. The object appears to be the same, but its essence has become spiritual now. То есть внешне что-то может продолжать казаться таким, как оно было материальному глазу, но суть его уже радикально меняется. So Jesus taught the ritual of the communion in the last supper. И Иисус обучил вот этому причастию во время последней вечерии. So following that example, there is a communion in Christianity where some bread and wine are offered to God and they become transubstantiated. They are no longer ordinary wine and ordinary bread, but by the power of the Holy Name and the power of the Holy Spirit that is Bhakti Shakti, the nature of their substance is transformed. So that is transubstantiation. They become spiritualized. Иисус положил начало вот этой традиции при части их в христианских церковях вот эта традиция присутствует хлеб и вино предлагаются и они проходят это состояние одухотворения. And then by taking that bread the Eucharist in the communion when the person takes that with faith and devotion then his corrupted чита becomes purified and incorrupted. And once the чита is incorrupted then one becomes immortal. He is not subject to death anymore. причащаясь с верой то есть искренне когда верующие почитают хлеб и вино то это очищает их читу и постепенно они достигают состояния чистой читы где попирают смерть. So we can see from the point of view of Vedanta that the process of Christianity exactly we can predict that it works. То есть с ракурса Vedanta нам понятно что процесс который предлагает верующим христианство он работает. So in the Lord's Prayer Jesus said give us this day our daily bread that means give us this day the communion. Every day we should take communion by which our corrupted чита becomes incorruptible and one attains eternal life. И когда в очи наш Иисус говорит дай нам хлеб речь идет об этом хлебе не бутербродинка на каждый день а хлеб который эти просфорки которые используют для причащения вот этом духовном хлебе таком. So exactly the same principle of transubstantiation is there in our Гудия Вайшнаф Пуджа. И это же концепция одухотворения Прасады или там чего-то это все присутствует в нашей Гудия Вайшнавской Пуджи. Мы подходим к Божеству к Виграхе Господа Кришне предлагаем ему цветочки у его столб седушку седушку предлагаем просим его сесть ухаживаем за ним моем стопы даем водичку полоскать рот седушку После того, как Кришна покушал, мы опять моем ему ручки, даем воду сполоскать рот. Эта еда, предложенная Господу, становится не материальной, а одухотворенность. Мы называем ее Маха-Прасадом. И когда преданный с верой, с почтением почитает Маха-Прасад, Маха-Прасад начинает чистить его читу. И уже в очищенной чите явит тогда и самого Кришну, и любовь к Нему. This has been very beautifully described, transubstantiation. The power of the divine substances has been very beautifully described by Сила Рупа Госвами. Вот этот процесс, transubstantiation, описан, одухотворение, описан очень красиво, Рупа Госвами Падам. He says, It means that Those substances, those substances which are transcendental, Prabhava-Kopya-Nagala, they have an unlimited influence. Рупа Госвами говорит, что духовные субтанции обладают непостижимой силой, то есть неописуемой мощью. So, Agala means like a catch or an iron bolt on a door that keeps something inside. So, the Prabhava-Kopya-Nagala, the power of the divine substances is without a bolt. The door is open and it's unstoppable. То есть Сила ее как без замка, что вот этот болт, который запор на двери, что он вырывается оттуда и с петлями, то есть и все, это распахивает двери уже полностью. So, and what is that unbolted, unlimited power, which is there in the Loko-Uttarapadarta, transcendental substances? Что это за неостановимая сила, которая кроется, которая в этих духовных объектах? It means, it causes the appearance of rati, love for Krishna, tadvishayim, and the object of love, Krishna himself, to appear in the heart. Турнам means immediately, ekada means at the same time. In other words, Krishna and love for Krishna both appear immediately at the same time by the slightest touch of the aprakritavastu, supernatural substances. Aprakritavastu, то есть трансменная субстанция обладает вот этой неостановимой мощью проявить в сердце одновременно и очень быстро и Кришну, и любовь к нему, rati. And there are so many examples in scripture. И столько, множество примеров этому есть в шастре. Силабхатиноддхакура has composed a literal song. Силабхатиноддхакура has composed a literal song. So in this song, he says, When I see the deity of Radha and Krishna, I am overwhelmed with joy. Силабхатиноддхакура в песне Шудабхатта Чаранарену поет, что когда я созерцаю божество Радхи Кришны, я преисполняюсь радости. А когда я после Даршана почитаю их Махапрасад, я вообще взрываюсь, улетаю в космос, вообще через все эти материальные оболочки этого мира. Прабхава коппинагалла, this is the unbolted power of the spiritual substance. Махапрасад. Распахнутая, распахнутая сила Махапрасада. Однажды я совершал бажану у себя дома. И воспевая святые имена, я понял, что мой дом преобразился и стал Галокой Бриндаваной. И, когда я беру Чаранамрита, с водой, которая обладала моих датей, с чувством этого Чаранамрита, я увидел Гангу. Потому что Ганга является Чаранамрита. Вот это потенциал святости. То есть, что-то святое, если мы соприкасаемся с чем-то святым, мы можем так заразиться этой святостью таким образом. То есть, получить любовь к Кришне, увидеть Кришну. Силу Пугасвами Патха has given some beautiful examples. Once there was a new gopi, she had come from outside Braja, and her family had moved to Braja. And this young gopi was very beautiful and sweet. And she made friends with the local gopis, but she herself had never seen Krishna before. Роба Пугасвами подописывает одну историю, в которой одна семья приехала жить во врач, и среди семи была юная gopi. Она быстренько подружилась со всеми Braja-gopi, но она сама никогда в жизни не видела Кришну. So, there was one gopi, who had so much compassion for her, and friendship. So, one day she did something a little bit naughty, out of playful curiosity. И однажды одна из ее новых подружек, Braja-gopi, которая испытывала очень теплые чувства к этой новоприбывшей девушке, сделала что-то такое озорливое очень. Это врача-gopi, она побывала на свидании с Кришной, и всю ту тамбулу, которую Кришна сплевывала, она собрала и забрала с собой. And then she came to Hasaki, that new gopi, who had never met Krishna, and she said, oh, try this, and put the тамбул in the mouth of this new gopi, who had never seen Krishna. Она вот сыграла вот эту проказу со своей этой подружкой, новоприбывшей gopi, она подошла, говорит, ну, закрой глаза, открой рот, и положила ей эту тамбулу, просадную Кришны, в рот, говорит, на, попробуй. So, as soon as she tasted it, she began to tremble, and her hairs were standing on end, and tears were flowing from her eyes. И как только эта новоприбывшая гопи, она почувствовала вкус во рту этой тамбулы, и тут же у нее тело задрожало, волосы стали дыбом. She was manifesting all the symptoms of Anurag, deep love for Krishna. Тут же все симптомы сильной любви к Кришны, Anuraghi, стали проявляться в ней. Just then another Saki came there, and saw the condition of this new gopi. К месту подбежала еще одна Saki, она увидела состояние этой девушки, этой новенькой. And even though she didn't see what had happened, only seeing the symptoms she could guess. И хотя она не знала, что вызвало это состояние, но видя вот само состояние, симптомы, она догадалась. So, she said to that Saki, who had played the trick on the new gopi, she said, Oh, my charming friend, seeing how the waves of love are rising in her heart, and the symptoms on her body, I can understand, you must have given her some of Krishna's remnant дамбу. И взглянув, и вот эта гопи сразу догадалась, и взглянула над проказницу гопи, и сказала, моя дорогая, видя, что происходит с нашей подругой, я догадываюсь, что ты подсунула ей тамбулу Кришны. The dvani, or the implication of the poetry, is by prabhava-na-galaha, by the unfettered power of the transcendental substances, just touching that тамбул, tasting for a moment. So, she had never met Krishna, but still Krishna appeared in her heart, along with love for Krishna. То есть, вот эта поэзия, dvani этой поэзии, кроется вот как эта распахнутость духовной энергии, когда она проходит через что-то одухотворённое, это святой какой-то объект, трансцененный, как вот эта тамбула, вкус тамбула, и тут же вызвала эту реакцию того, что проявился Кришна в сердце этой девушки, вместе с любовью к нему. On another day, a gopi of Bharaja, who was close to Krishna, also played a trick on another new gopi, who had never met Krishna. И это подобная история произошла ещё с одной gopi. То есть, одна из gopi Krishna сыграла такую шутку с одной новенькой. That gopi had a garland of Krishna from the night before, Oh, so the garland was withered, and it was past its best. То есть, вот эта девушка, она была на свидании с Кришной в предыдущий день. То есть, гирлянда уже была не свежая, уже подвявшая такой, не самого лучшего вида. But out of friendship and playful curiosity, that gopi came to the new gopi and said, Oh, you should smell this garland, it's very fragrant. And as soon as she smelt it, she fainted in ecstasy. На этой доме всё равно было любопытно посмотреть, какую реакцию вызовет аромат этой гирлянды вот этой девушки новой. И она подошла к этой уже подвявшей гирляндой, к своей подруге и сказала, Дорогая, посмотри, как вкусно пахнет эта гирлянда. И как только девушка стала принюхиваться к аромату цветов, тут же она упала в обморок. То есть, очень долго она лежала без сознания. И когда она наконец-то открыла глаза, И она спросила, где эти чудесные кусты и деревья, на которых родились эти цветы? Just see, even though this garland is old, but its fragrance is so astonishing, it's attracting swarms of bees. And it stuns my heart. Это потрясающе, несмотря на то, что цветы уже подвяли на этой гирлянде, но она источает такой удивительный аромат, что аромат привлёк рой шмелей к ней. И она, этот аромат сводит меня с ума. Now, Shilavishantik Takwaras raised this question, that it's reasonable to say that if you see some form or some taste something or hear some sound, which is coming from an object that you know, then naturally it can awaken your memory of that object or that person, and your love for them, if you know them. But how is it possible that you smell something or taste something, which comes from someone you don't know, how can you know who that person is and love that person? How is it possible? That's not reasonable. Шрила Вишванат Хачакрават Читакор задает следующий вопрос. Он говорит, это понятно, когда мы вдыхаем какой-то знакомый аромат, с которым у нас есть определенные ассоциации, или мы видим форму знакомого, или какой-то стимул есть, который знаком нам и вызывает определенные реакции эмоциональные. Но как можно почувствовать какую-то реакцию на совершенно незнакомый стимул? То есть нейтральный тут не укладывается это в логику, как можно вдруг испытывать любовь кому-то, вызванная каким-то стимулом образа того, кого мы совершенно не знаем, чужого. So in answer to that question, Рупа Госвами saying вот эти духовные объекты трансцендентные, они обладают этой непостижимой силой, неостановимой силой вызвать прилив любви к Кришне, к трансцендентному объекту, и как знакомство, прямо осознание его в сердце. Поэтому для верующих, христиан, которые когда-нибудь причащаются, вот это причастие может вызвать в сердце спурти видение Иисуса Христа и чувство любви к Нему. А мы, Галдия-Ваишнавы, мы почитаем апракрита substанцию Махапрасад. The Charnamrita, the water which has bathed the divine bodies of Radha and Krishna in the morning, after their beautiful pastimes. Ашейся клеша нишеша карнам суда-бхактидам. We say these mantras, we take a Charnamrita, or it destroys all clеш, it destroys all of our sins, суда-бхактидам, and causes the appearance of pure devotion. The spurty of Radha Krishna and the spurty of all the pastimes of the various cosmetics that were transferred from the body of Krishna to the body of Radhika and from the body of Radhika to the body of Krishna. All these cosmetics of their beautiful pastimes have been washed into this Charnamrita and it can manifest those beautiful pastimes. То есть мы почитаем Charnamrita, произнося Ашейша клеша нишеша, мантру, что мы, почитая эту Charnamrita, очищаемся от грехов и получаем бхакти, то есть любовь к Радхии Кришне и так как это вода, она содержит в себе все их косметику, своих тел, которые там капельки пота и так далее, и то есть вот это осознание откровения этих лил наполняет наше сердце. То есть вот этот потенциал заложенный в этом ритуале почитания Charnamrita. So much time has passed. I'm only just beginning this discussion. Я только разгоняюсь и уже столько времени прошло. But we'll have to finish soon, we can continue on another day. Ну, может, мы сделаем паузу вскоре и потом продолжим. We can learn from Jesus Christ about surrender. Иисус Христос это идеал самопредания. Accepting what is happening in our life to be the will of the Lord. У него стоит поучиться тому, как он принимал все происходящее с ним как волю Господню. When Jesus Christ was in the garden of Gethsemane praying before his arrest. В Gethsemane привел туда солдат, чтобы арестовать Иисуса. Петр выхватил меч и бросился на этих людей, чтобы в защиту Христа. Иисус остановил Петра. Он не собирался сопротивляться. Иисус сказал, почему не выпить из чаши, уготовленной мне Отцом Моим? То есть настоящий преданный он видит все происходящее в своей жизни как волю Кришны. Если любящий отец приготовит напиток для вас и подаст вам, вы же не станете отказываться, вы примете с радостью, готовностью. Таким же образом, это судьба, то, что уготовано нам, то, что обстоятельства ждут нас, это чаша наша, напиток, который наш любящий отец, то есть Верховный Господь уготовил для нас. И как вы знаете, И как вы знаете, Иисуса арестовали, посудили и обвинили в преступлениях, в которых он был совершенно не повинен. И когда христиане медитируют на эти этапы креста, они медитируют на эти идеи. Это восхитительно, то есть это усиляет огромное уважение рассмотреть то, как он принял эти ложные обвинения в свой адрес. Мой Гурдев говорил, что из-за ложного эго нам очень трудно переносим обвинения в свой адрес. хочется сразу обвинять их, защищаться, орать, ругаться и так далее. Но если нас обвинили в том, это даже по делу, а когда если нас не по делу обвинили, то вообще нам уже всех убить. То есть, если присутствует даже в уменьшенной форме, но все равно в нас присутствует ложное эго, это лучшая провокация для выявления ложного эго в нас, это обвинить нас в чем-то, что мы не совершали. Когда повар готовит рис, чтобы убедиться, что он уже сварился, он может одну рисинку взять оттуда, взмять пальцами, промять, увидеть, что она уже мягкая и можно ее разбить. И он понял, что рис готов. Или увидит твердое, надо еще доготовить перед тем, как Кришне предлагает. Аналогичным образом, гуру может также проверять, насколько готов созрел его ученик. он может на полном серьезе произвести какие-то ложные обвинения в адрес своего ученика, чтобы проверить, готов он или нет, можно его Кришне предлагать уже или нет. твердое. So, we see that Jesus accepted the false accusation and carried his cross. Мы видим, что Иисус принял эти ложные обвинения и понес свой крест. И говорится, что у каждого свой крест. это очень важно, потому что материалист думает, что этот мир для моего удовольствия. Но spiritualist понимает, что Дуккали Амашашватам это мир от страданий и трудностей. И он это в милом для его purification. Он не пытается resist или обвинять против этого. Это очень важно, это трезвость, понимание, что этот мир не мир и забав. что да, действительно у каждого свой крест. Потому что обывателю всегда хочется легкой жизни, развлечений, праздных услад. Но духовный человек, он понимает, что это мир, это мир страданий. Whatever difficulties are coming in my life, there's no one to blame. It is all the reaction of my own activities. То есть истинный ващнав или призвый человек понимает, все происходящее со мной это плоды моих собственных действий, некого в этом винить, кроме себя самого. и Кришна использует это тяжелое терапевтик как медицина для помог меня становиться мудрой. Да и вообще происходящее со мной это не является даже достойным наказанием, это лишь толик того, что я заслужил, но Кришна милостиво сменьшил наказание и просто меня как лекарством лечит. А когда сознание сквернено влиянием Раджа Гуны, то оно становится сжатым. И когда присутствует гордыня вот это влияние энергии страсти на сознание нажимает его настолько, что человек чувствует как в пароварке, чтобы разрядиться ему вот надо понаслаждаться, просто надо побаловать свои чувства объектами материального наслаждения, иначе он думает он просто взорвется. So one becomes fully engaged in karma, that is searching after pleasurable sensations and running away from the painful sensations. This is it. И начинается погоня за удовольствием, то есть попытка убежать от неприятного и догнать что-то приятное. Но когда сознание распахнуто и смотрит вверх, обращившись на ногу к Господу, then there is no pressure at all to find some release in the sensory pleasures. То есть нет необходимости пар выпускать, потому что человек не испытывает никакого давления, он открыт, он широко распахнут к Господу. So one does not engage in karma. И человеку неинтересно заниматься кармической деятельностью. Он зависит от милости Бога. Он полностью дает себе отчет, что он во всем зависит от Господа. Иисус говорил, посему я говорю вам, не беспокойтесь о своей жизни. Не думайте о том, что вы будете кушать, что вы будете пить, не думайте о своем теле. Посмотрите на птиц в небесах. Они не сеют и не собирают урожай в полях. Наш Отец он кормят их. Разве он дорожит вами меньше, чем этими птицами? Однозначно он накормит вас. и если толк волнениях? Какой толк в волнениях? Даже вы будете волноваться, но эти волнения не добавят ни миллиметра в вашем, в вашей жизни. Зачем волноваться об одежде? Посмотрите на кувшинки в поле. Они же не бьют никакие ткани. Но даже царь Соломон в своих прекрасных одеждах не выглядел так красиво, как эти лилии. И нет необходимости молиться ни о чем, Господу просить у него ничего, он уже сам знает все, что нам нужно. И вот эти наставления Христа являются примером чистой преданности, без всяких желаний. В последние времена Христа был torturado и под к смерти. В завершении этих лил Христа ему пришлось терпеть мучения, то есть избиения, он был прибит к кресту. И в христиан традициях медитают на это он был приколочен к кресту, над ним издевались и мучили его, и он встретил смерть на кресте, и христиане медитирует на последние этапы Христа, потому что эта медитация суровая, трезвая, она помогает нам преодолеть свою дехо-дарму, преодолеть свое плотское отождествление себя с телом, с умом. это концепция называется умершвление плоти, потому что мы настолько предвзяты со своей плотью, с этим телом, что нет конца и края, поэтому необходимо в какой-то момент найти духовную трезвость, взрослость, для того, чтобы пресекать себе вот эти низкие всякие склонности. Мы видим в лилах Ши Чайтани Махапрабу, что Шилахаридас Такур терпел наказание на 22 базарных площадях. И плод его была вся разверзана, кости были разбиты, то есть обычно человек бы уже не вынес этой боли и умер бы. Но Шилахаридас Такур молился за своих палачей, прощал их. Otherwise the chakra of Горна Райан would have come and killed them at once, but that chakra was helpless because Шилахаридас Такур was praying for the benefit of those persons. Значит, chakra разнесла этих стражников пух и прах, но так как Харидас Такур активно за них молился, то они оставались живы. Later Chaitanya Mahaprabhu when he met with Shila Haridasa Takur he turned around and took off his shirt and there were marks on his back. I took every blow on my own back. Later during one of Shila Mahaprabhu took the upper clothes and turned to the back to Haridasa Takur and showed him the back to his back. He said I took all punches on himself. And despite all these mistakes and mistakes, Haridasa Takur did not stop to worship the names. And when the muslim soldiers threw his body into the Ganges then he was bodily resurrected completely in a healthy body again. So his example has many similarities to that of Jesus Christ. Because the form is the outer physical form is based on the inner chitta. So he's by the influence of spiritual energy he was completely remanifest. and the energy and he was the whole and became like the Once I went into the room of Shrila Gurudeva in Mathura. I went to the room of Shrila Gurudeva in Mathura. И Гурадева воспевал джапу, я присел у его лотосных стоп, никого больше в комнате не было. И Гурадева посмотрел на меня так и стал бить себя по бедру, говорит, вот теперь мое тело просто как бревно стало. То есть Гурадев пытался донести до меня, что он уже вне деха дармы, что он уже настолько за пределами этого взвесления себя с телом, тело ему кажется чем-то чужим, каким-то объектом. Он говорит, как бревно, трогает свою ногу. То есть вот это пример уже высших этапов умершления плоти. Конечно же, мы всегда относимся к телу Гурадева, Сачитананди в играхе, но так как Гурадева или Ачария не являет лилу садака и показывает, как проходить вот эти этапы духовного становления крепкости. Иисус Христос стал идеалом тринада пи су ничена, то есть кроткости, терпения. Гурадева объяснял, что один из замечательных примеров тринада пи су ничена это Хануман. Хануман went to Lankar and he fought with the Ravan and his soldiers and he smashed Lankar and burned it to the ground. This is тринада пи су ничена, more humble than a blade of grass. Гурадева говорит, что Хануман, он слетал на ланку, он сражался там со всеми солдатами, спалил всю ланку там, всех поуничтожал. Вот это и есть пример тринада пи су ничена. Как, каким образом? Травинка, она никто, она незначительная. Если вы наступите на травинку, она не начнет жаловаться. Как быть, смирение тебе и стебелька травы? Трава ничему не сопротивляется в жизни, но при этом она активно не служит Кришне. Но у Ханумана у него не было ничего своего. Он полностью жил по воле своего господина, господа Рамачандры. То есть он исполнял его волю. То есть чтобы быть, если мы просто кроткие, мы не сопротивляемся, не роптать, не жаловаться, это быть как кротким, как стебелек. Но мы должны быть более кроткими. А чтобы быть более кроткими, это надо быть полностью подчиниться воле Гуру и Кришне и активно исполнять служение. То есть что-то положительное делать в адрес Господа. Считается, что когда Господь был, Иисус Христос был на кресте, распят, что он стал вызывать Господу, Господь, почему, я не могу точно перевести, почему ты оставил меня. И у многих людей возникала мысль, что у Него возникли сомнения, что вера пошатнулась в последнее мгновение. Но христианские святые, которые реализованы, они комментируют на эти слова Христа. Они объясняют это следующим образом, так как Христос постоянно видел Господа повсюду. Он все время осознал, у него было сознание Бога, он видел Его повсюду. И так как сам Иисус, Он невинный, Он безупречно чистый, Ему не следует страдать, но Он добровольно принял на Себя бремя грехов всего мира. И небо почернело. И в этот момент Он произнес, Господь, почему ты оставил меня. То есть, вот это комментируют святые христианские, что видень. В этот момент, когда Он взял на Себя все грехи, и так как грех, Он темен по природе, вот эта черная пелена на мгновение застелила, заблокировала Его виденье Бога. То есть, что всегда у Него было непрерывное виденье, а тут Он не увидел на секунду. То есть, получается, грех всегда разъединяет нашу связь с Богом. Мы грешим, и мы начинаем разъединяться. Но так как Он не был обычной личностью, это лила, и вот это появилось бремя грехов, и Он перестал видеть Господа, и Он просто говорил, почему? То есть, где ты? Я тебя не вижу. Это как Его плач, обращение. Что ж ты бросил меня? Где ты? Understand? Вы понимаете контекст? Мы видим очень красивый пример в Шримад Бхагатан. Там, Шукадабху Салминия describes, когда Пралад Мараджи был маленьким, он всегда был взрослым в Кришна, и он всегда увидел Кришна. Но иногда, playfully, Кришна would disappear from his vision, и тогда маленький Пралад would cry, «О, Кваси, Кваси, где ты? Где ты?» И тогда, в следующем моменте, Кришна would come back, и Он would laugh at me. Шукадабху Салминия описывает, что Матбхагава, когда Пралад был еще маленьким, он постоянно видел Кришну, постоянно видел Господа, радовался, играл с Ним, смеялся, но иногда Кришна дразнил его и скрывался от него, и тогда Пралад начинал плакать, и говорит, где ты, где ты? И Кришна снова возвращался, и тогда ребенок радовался. So, why have you forsaken me means, oh, my most beloved Lord, where did you go? Come back. Вот это, почему ты оставил меня, то есть это зов любви, о, мой любимый Господь, где же ты? Иви себя снова мне. So, the feeling of separation from the Supreme Lord is the life and soul of Bhajan for Gordhi or Vaishnavas. If one is chanting and not feeling separation, then there's no question of Bhajan at all. Это настроение, настроение випроламбы, которое очень важно для Gordhi or Vaishnava, потому что если Vaishnav молится, воспевает, но при этом не чувствует разлуки, то какая речь может быть о Bhajan, и нет Bhajan? So, in conclusion for today, we can say that our Gordhi or Vaishnava tradition and Christianity are not incontradictional, incongruous. Поэтому в завершение нашей сегодняшней встречи скажем, что нет никаких таких глубоких различий между христианством и нашей Gordhi or Vaishnavской традицией. То есть, что касается призыва служить Богу, быть кротким, предаваться, быть сострадателем, то есть нет никаких различий. Но на высших этапах Gordhi or Vaishnavism, конечно, уже присутствует такая ярко выраженная узкая специализация в понимании четких оттенков любви, взаимоотношений с Богом. That is that Bhagavan has many forms, and some forms are more complete, more complete, and most complete. Vaaya Vrindavan, Viharila, Krishna in Vrindavan is most complete. Понимание того, что есть разные ипостаси Бога, и некоторые из них более полные, более, более полные, есть самая полная ипостась своя Бхагавана, Krishna Vrindavan. And that Rasika Sheikaru Krishna, he can be served and realized in the moods of Dasara's servanthood, Sakira's friendship, parental love, or most complete Madhu Rasa, the romantic relationship. И вот этому Rasika Sheikaru Krishna можно заслужить в отношениях дружеских, родительских, и настроении Madhu Rasa, романтической любви. So, on this day, we are honoring Jesus Christ. И вот в этот день мы прославляем Иисуса Христа. И молимся Ему на то, чтобы Он позволил нам хоть как-то перенять хоть толику Его предания Господу, Его самоотверженности, Его готовность на самопожертвование и Его веры. Благодаря этому мы сможем возвыситься над Деха Дармой. As Srila Bhakti Nautakor said, Chorata Purush Abhiman, Kinkari Hainu Ajikan. Today I have given up the Abhiman, the identification of being Purush, the enjoyer of the material world. And O Kanu Krishna, O Radha and Krishna, I have become your kinkari, your mates of it. So we aspire for such qualities that they will aid us in the pursuit of our perfection in the form of the service to Radha and Krishna. Поэтому мы стремимся развить эти качества, потому что они необходимы в наших попытках приблизиться к Radha и Krishna. So my pranam to all, Merry Christmas to everyone. С Новым годом. And Happy New Year. С Новым годом. Happy Gita Jayanti. Gita Jayanti. And we'll see you all very soon in our question and answers Išta Gorshti. So come back in five minutes and join us on Zoom. Возвращайтесь через пять минут. Присоединяйтесь к нам в Zoom. Silla Gurudev ki jai. Silla Prabhupad ki jai. Nitae Gauru Premanande. Hari Hari Bo. Hari Bo. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова